Hi, guys, and welcome to the lesson. Более популярная, более часто используемая. Если вы её не знаете, то вы её не знаете, вы её не поймёте, потому что она, it's a bit tricky, она такая немножечко хитренькая. Но начнём мы с вами вот с чего. Как вы скажете по-английски, напишите, пожалуйста, в комментариях, как спросить, сколько времени тебе требуется, чтобы? Или сколько времени тебе нужно, чтобы? Напишите, неважно, что там у меня за спиной, напишите то, что вы думаете. Если вы подумали, что нужно написать how much time, то, к сожалению, вы не правы, вы ошиблись, потому что эта фраза, этот вопрос у нас будет строиться с фразой how long. How long. И вот она перед вами. How long does it take to? How long does it take to get to the center? How long. Сколько? Как долго? Does it take? Вот это вот всё, does it take, это значит, что требуется. Сколько времени требуется to? Где to? Это чтобы. И дальше вы поставьте себе троеточие, и потом напишите в скобочках глагол. Например, Сколько времени требуется, чтобы сделать домашнее задание? Сколько времени нужно, чтобы закончить эту работу? То есть требуется и нужно здесь одно и то же, это неважно. По-русски мы можем говорить и так, и так. И ответ. Смотрите, пожалуйста, на ответ. Это забирает или это занимает, ну, так скажем по-английски, но по-русски, конечно, это будет не русский язык, мы скажем, нужно два часа, требуется два часа. И дальше продолжаете to, ну, и повторяете фразу, которая была в вопросе. Например, It takes two hours to finish this work. Нужно два часа, чтобы закончить эту работу. Если же вы хотите добавить, например, Мне требуется, ему, ей, тогда мы будем вот сюда ставить местоимение. Например, It takes кому? Me. Если ему, давайте, я вам сейчас продиктую все местоимения, а вы их себе пропишите. It takes me. It takes you. Тебе или вам. It takes him. Ему. It takes her. Ей. It takes us. Нам. And it takes them. Им. Соответственно, если вы хотите использовать эти местоимения, вы их сюда ставите. А дальше все будет одинаково. В общем-то, копирку. Например, It takes me half an hour to get to the center. It takes me half an hour to get to the center. Мне требуется полчаса, чтобы добраться до центра. Или It takes me half an hour to finish the lesson. Мне нужно полчаса, чтобы закончить урок. Обращаю ваше внимание на слово, на фразу half an hour. Это значит полчаса, потому что многие тоже не знают и путаются, поэтому я им здесь сразу даю такие вот рабочие фразочки. Half an hour – это полчаса. А полтора – это будет an hour and a half. Запишите себе тоже. An hour and a half. Соответственно, вот уже есть у нас вопрос и ответ, которые вы можете комбинировать. Задавать вопрос, отвечать на него. How long does it take you to wash the dishes? Например, How long does it take you to wash the dishes? Сколько времени тебе требуется, чтобы помыть посуду? It takes me ten minutes to wash the dishes. Надеюсь, что здесь все понятно. И теперь мы давайте перейдем к этому же вопросу, но в прошедшем времени. Естественно, этот вопрос может звучать и в прошедшем, и в будущем времени, так же, как и ответы. Например, Сколько времени тебе понадобилось, или тебе нужно было, или тебе требовалось, чтобы что-то там сделать? И, ну, вы уже даже не знаете основные времена, времена группы simple. Вы, я думаю, понимаете, что в вопросах мы будем использовать вспомогательный глагол did. How long did it take you to? Вместо does мы ставим did. И это указывает на прошедшее время. How long did it take you to get to the center? И ответом будет It took me. Вторая форма глагола. It took me one hour to get to the center. It took me one and a half hours to get to the center. И в будущем. Опять же, все то же самое. Вопрос у нас остается неизменным. Мы просто did меняем на will. И у нас получается How long will it take you to... И какое-то действие. Например, How long will it take you to learn ten words? How long will it take you to learn ten words? Сколько времени тебе понадобится в будущем времени, чтобы выучить десять слов? И ответ. It will take me. It will take me twenty minutes to learn ten words. It will take me ten minutes to learn ten words. И очень-очень часто, в общем-то, практически всегда носители языка говорят it'll, 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 it'll take me. Привыкайте тоже к этому, потому что, естественно, когда вы смотрите фильмы, сериалы, они очень быстро говорят, они все это проглатывают, и нужно быстро уметь соображать. А чтобы быстро уметь соображать, надо не только это правило знать, его нужно использовать. Поэтому следующая часть урока, она будет про практику. Ну и также после этого урока, конечно же, самое главное и основное задание, это будет попрактиковаться в режиме вопрос-ответ. А также обязательно запишите себя на диктофон в режиме вопрос-ответ. Я вас сейчас прошу, я вам задам некоторые вопросы, несколько вопросов, а вам нужно будет на них ответить. Отвечайте, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Ответы. Ответы. Любое количество времени. Например, one month to read the book. One week. It takes me one week. It takes me three days. И так далее. question number two how long did it take you to clean the kitchen how long did it take you to clean the kitchen it took me three hours to clean the kitchen it took me the whole day to clean the kitchen я спросила о том сколько времени вам понадобилось чтобы убраться на кухне ли чтобы вымыть кухню почистить да если надо кухню ну то есть навести какой-то порядок там это было в прошедшем времени соответственно отвечать вы тоже должны были в прошедшем времени it took me next question how long does it take him to prepare for the exam how long does it take him to prepare for the exam it takes him a few weeks to prepare for the exam it takes him i don't know one month to prepare for the exam вопрос был сколько времени ему требуется ему чтобы подготовиться к экзаменам сколько времени ему требуется вообще ну и ответ соответственно тоже у нас будет настоящее время только вместо you вы ставите him him question number four how long will it take you to get to the main square how long will it take you to get to the main square я спросила вас о том сколько времени вам понадобится чтобы добраться до главной площади ну допустим вашего города and you should say it will take me or it will it will take me it will take me 10 minutes to get to the main square it will take me half an hour to get to the main square and the last question how long does it usually take you to dress up how long does it usually take you to dress up dress up dress up это значит нарядиться how long does it usually take you to dress up well it usually takes me half an hour to dress up or it takes me two hours to dress up вариантов конечно же может быть много вы их всем можете увидеть в материалах к уроку ну и теперь it's time to practice теперь уже ваша очередь задавать вопросы отвечать на них ваше домашнее задание находится под этим видео that's it for today i wish you to have a great day bye-bye bye-bye Продолжение следует...